Яне Михайлюк, 21 год, по первому образованию она инженер. Яна окончила колледж по специальности монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В Рязани она приехала два года назад из небольшого города Волгодонска. Сейчас получает высшее образование, когда окончит вуз, сможет работать воспитателем. Конкурс «Российская красавица» для нее четвертый по счету и первый всероссийский. Она прошла региональный этап и смогла показать себе в Москве, стала первой вице-российской красавицы. Ну вообще не осознаешь, когда стоишь на сцене, что ты второе место. Потом уже приходит осознание того, что ты в тройке победительниц. И потом уже радость. Ну конечно и грусть, но по большей части радость. Войти в тройку победительниц конкурса Яне помогли ее занятия спортом, танцами. Конкурс проходил три дня и нужно было, несмотря на репетиции, загруженности, плотный график выложиться на все 100%. Яне было тяжело, потому что родственники были далеко и никто из них не смог приехать в Москву, чтобы ее поддержать. Яна знала, что жюри любят участниц, которые улыбаются, умеют держать зал. Однако оказалось, что выполнение этих условий не гарантия победы. Победительница из Саратова. И на протяжении всех этих трех дней она очень близко общалась с организаторами. Ну это было как минимум странно, потому что мы все равны. И у кого бы какие титулы не были, все равно нельзя кого-то выделять. И самое интересное, что у победительницы есть ребенок, а конкурс МИС. МИС не предполагает наличие ребенка, поэтому это тоже было очень странно. И когда девочки попросили показать протокол оценок жюри, чтобы посмотреть, например, мне было интересно посмотреть, насколько я проиграла, в каких выходах у меня были ошибки, где мне занизили, может быть, оценки, где я вообще допустила ошибку, чтобы потом их не допускать. Нас проигнорировали, даже не ответили, почему нам не могут предоставить. Сейчас Яна думает о возможном завершении карьеры модели. Она хочет продолжить учиться и стать психологом, чтобы помогать людям. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».